Эти абстракции на первый взгляд напоминают компьютерную графику. На самом же деле это живая природа, а снимки сделаны с огромной высоты с помощью квадрокоптера. Автор выставки, аэрофотограф Максим Тарасов, сам лично рассказывает о своих работах. Самые первые фотографии, которые мне открыли, в общем-то, вот это видение, и одна из них была сделана в деревне у бабушки с дедушкой, и пролетая над заросшим прудом, я просто обратил внимание на то, что с высоты он выглядит как нечто такое космическое. И вот в тот момент я начал свой поиск, я начал искать, а что же я могу увидеть еще, находясь в небе, а что еще вокруг меня скрыто от наших глаз, но оно существует, и для того, чтобы его найти, нужно просто оторваться от земли, взлететь и посмотреть под другим углом. В объектив дрона попали пейзажи Исландии, Алтая и Камчатки. Однако большинство снимков сделаны у нас, на Южном Урале. Всего того, что имею художественное образование, вижу и это очень ценю. Я вижу, насколько он грамотно выстраивает композицию, я вижу, насколько у него интересны цветовые решения, я вижу, насколько человек действительно работает, выбирает каждый кадр и готов, как он и рассказывал, возвращаться на одно и то же место, чтобы выбрать лучший свет, лучший ракурс, лучшие тени. И в результате это оправдывается. Картины получаются, вот именно что картины, то есть, понимаете, не просто фотографии. Его направление именно абстрактной фотографии, а не видовой, оно, в принципе, с точки зрения даже искусства, с художественной точки зрения, оно интереснее. Все-таки видовой пейзаж и поиск абстракции в пейзаже – это совсем другой уровень. И такая фотография всегда будет цениться. Фотоаппарат закреплен, собственно, вот на таком подвесе. Когда коптер включен, он гасит все колебания. И, то есть, камера, она встроенная, можно сказать, ее нельзя поменять. Вот она есть такая, какая есть. Ну вот, четыре мотора, четыре винта. Все это управляется с пульта. И к пульту подключается телефон или планшет, на котором я могу в реальном времени видеть картинку с этой камеры на расстоянии. Но, допустим, вот самая последняя техника позволяет улетать от пульта на 8 километров. На самом деле мне понравилось, что очень странно одна работа – это вид челябинских гаражей сверху на окраине. Это, вроде бы, кажется, такая простая вещь, но выглядит очень интересно и очень красиво. И можно даже вписаться в интерьер определенный. Для меня это совершенно новый вид искусства. И это, правда, что-то выходящее за грани воображения, потому что мы видим природу в определенной плоскости, а здесь новый взгляд. Максим Тарасов – фотограф, признанный во всем мире. Среди его наград – победа на Международном фестивале «Дикой природы. Золотая черепаха-2017». Он также не раз оказывался в списках лучших аэрофотографов по версии журнала «Тайм» и телеканала «Сиэнэн». Уникальные виды зюраткуля и кусы попали на страницы авторитетного специализированного издания «Дронскейпс». Кстати, один экземпляр Максим подарил публичной библиотеке, на площадке которой разместилась выставка «Взгляд с высоты».